В эфире ОНТ специальный выпуск «Тревожные кнопки». В студии Марина Мороз. Здравствуйте! На неделе состоялось знаковое событие в истории белорусской милицейской журналистики. Подразделения информации и общественных связей органов внутренних дел отметили 40 лет со дня образования. Внушительная дата, которая вложила в себя талант, энергию, самоотдачу, безусловно, оперативную смекалку, навык опережать время, инновации и душу. Уж мы, команда «Тревожные кнопки», как никто, знаем, что даже о криминале можно говорить с душой. Но если мы, гражданские журналисты, получаем материал, фигурально выражаясь, стоя за сигнальной лентой, то журналисты в погонах всегда в центре событий. Причем к плечу с теми, кто раскрывает преступление. А вот как именно они это делают на протяжении 40 лет, мы сегодня и покажем. Сегодня они техникой вооружены до зубов. Но что в их руках было 40 лет назад? Авторучка была поначалу. Союз милиции и журналистики исключал романтику, отчетные коллеги и сюжеты формата доклад. Но кто совершил эфирный прорыв? Добрый день. В эфире программы «Изда Соверных Источников» и ее ведущий Дмитрий Портонов. Видеоряд посиделок закончился. Мы давали на телевидении оперативные съемки, оперативную информацию работы милиции с мест. И новаторами они были не только в этом. Мы первые, кто сделали сайты вообще из всех госведомств. Дата, когда хвалить себя можно. Могу похвастаться. Общий охват подписчиков составляет почти миллион. И правда ли, что каждая буква для глазки согласовывается с министром? Пресс-служба работает самостоятельно. Наш специальный корреспондент Валерия Балобина проверила, так ли это. Внимание на экран. Семидесяти трехлетний мужчина задержан. Десятка случаев расчета с сувенирными купюрами зафиксирована за минувшим месяцем. Мужчина принес на работу к бывшей девушке подарки из ритуальной сферы. Мужчина по борьбе с экономическими преступлениями задержали грузовой автомобиль. К милицию обратили сразу несколько жителей из разных районов Гомича. К горячим следам задержали злоумышленника. Оперативники обнаружили и изъяли 2 килограмма особо опасного психотропного вещества. Оперативники информационного фронта пресс-службы МВД Беларуси отмечают юбилей. Вот уже 40 лет журналисты в погонах стоят на страже информационной безопасности. Плечом к плечу шагая с журналистами гражданскими. Сегодня когда-то запечатанный гриф. Секретно мир милиции, как на ладони. Вся служба на виду у страны. Но кто и когда этот гриф секретно распечатал? Еще при Советском Союзе пришел приказ о создании пресс-службы. Тогда называлась пресс-группа. Сегодня Управление информацией и общественных связей, в котором и технический арсенал на зависти штат сотрудников впечатляет. Но тогда, 40 лет назад, о каком количестве штатных единиц шла речь? Штатный человек был один, только я. Техническое восстановление практически авторучка была. Ну, диктофоны. Ну, какие-то магнитофоны там брали. Потом уже, когда расширялась служба, уже видеокамера появилась. Знаменитые ВХС-ки и Батакамы, с появлением которых пресс-группа перейдет на качественно новый уровень работы и подружится с телевидением. Так а как снимать? Ну, вот кнопка, вот эта кнопка включить и выключить, иди снимай. Это был такой метод обучения новичков. Он такой был очень действенный, потому что ты всегда хочешь сделать работу максимально хорошо. Мы проводили, организовывали обязательно это, брифинги. Все это информация готовилась. Это вот постоянно готовили материалы, специальные, прям, когда пресс-конференции. Министры, санминистры в различных форумах, для телевидения, на телевидении. Прямые эфиры. Строились планы, когда, кто он сидел, где выходит. Не просто консультировать, подбирать, а давать в свет разрешение. Это был такой штамп тоже. Что в сведении, не подлежащих разрешения, в открытой печати, материалный судеб. У нас вот было три основных направления работы. Это служба информации отвечала за связь с сетчатными СМИ. Радиостудия, там было два человека. Они готовили материалы для радио, ну, в том числе и сами выступали. И телестудия, соответственно, там у нас был один оператор и два журналиста. Ну, как бы журналисты с радиостудией, в том числе, делали сюжеты для телевидения. Сегодня мы, журналисты, работая в связке с пресс-офицерами милиции, чаще сами выбираем, как и что рассказать и показать зрителю. Актуальность, отклик, резонанс. Тогда же материалы для телеэфира пресс-служба готовила самостоятельно, под ключ. Начиная от съемок, заканчивая написанием текста и монтажом. Материалы такие делались. Много очень нам подтверждались. На уровне даже нашего министерства, министерства информации, главных редакций. Ну, что-то, конечно, шло непосредственно в колеса сразу. Мы ездили по городам и весям, снимали фильмы служебные для коллегий. И самый большой фильм, который мы сняли, это было «8,5 часов». Коллегия была два дня. Первый день смотрели фильм, а второй день разбирали то, что было в этом фильме. Было вплоть до того, что министр внутренних дел, прямо по факту, увиденному на экране, освобождал от должности начальников и отделов прямо в зале коллегий. Они вот свободно уходили, все, они уже были не руководителями. И мы рассказывали об этом. Время всегда диктует свои правила. И если в 90-х для освещения работы милиции было достаточно брифингов, коллегий и во славу газетных статей, то в 2000-х... Милиции писали мало и писали плохо. Тогда была проблема любых подразделений, которые отвечали за связи с общественностью и СМИ в те годы, что они нравились только, так сказать, местным руководителям и начальникам. Телегруппы вызывались только на какие-то коллегии Министерства внутренних дел и на какие-то заседания, где сидят куча полковников и генералов. Впервые в истории, ну вот как бы с моим приходом, Министерство внутренних дел получило свою программу на белорусском телевидении, получасовую, в промтайм, по субботам. Впервые зрители увидели в гостях руководителей подразделений, которые были доселе абсолютно закрытые, там, уголовный розыск, комитет по борьбе с оргпреступностью, УБЭП. Видеоряд посиделок закончился. Мы больше не приглашали никаких телегрупп, ни на какие мероприятия, где просто что-то обсуждают, а мы давали на телевидении оперативные съемки, оперативную информацию работы милиции с места. Это и есть главная цель их работы – показать внутреннюю кухню милиции. И вот здесь, в отличие от нас, журналистов, у них было и есть главное преимущество – доступ ко всей оперативной информации и к местам преступлений. Наша тогда работа на этом и ставилась, что мы имели доступ туда, куда не имел доступ никто другой, журналисты тоже. Даже было такое, как говорится, и смех, и грех мужчинам в состоянии опьянения. Квартира его была на первом этаже, он как-то что-то там запутался, короче, полез он через окно. И это было поздно ночью, на кровати лежала женщина, он к ней, грубо говоря, стал приставать, и в конечном итоге она ему подкусила половину языка. А он испугался и убежал. Врачи сказали, что если в течение суток его найдут, то эту часть ему обратно пришлют. И мы вот прямо в этот день выдали сюжет. Язык-то нашли? Да, так мы его даже, вот я помню, вот прямо показывали его в пакете, что вот отзовись, дядька, что понятно, что тебя все равно найдут, все равно тебя накажут. А позвонила, кстати, потом его жена в конечном итоге. Она увидела этот сюжет и говорит, что понятно, что вот ему сейчас вот будет, так сказать, нехорошо, но пришейте обратно, что откусили. Я не знаю, чем это все закончилось, пришили ему или нет, насколько я помню, пришили. Мы очень много озвучивали, не нарушая, конечно, презумпцию невиновности, и не нарушая там, не называя фамилии людей, но, тем не менее, очень много выдавалось в СМИ, и тема милицейской работы правоохранительной системы государства прям стала очень заметна на всех уровнях общества. Главный секрет пресс-службы МВД тех лет служили в ней настоящие журналисты, только в погонах, потому и материалы, готовые в СМИ, отдавались без справок. Достаточно много у нас было сотрудников, которые пришли непосредственно, непосредственно прошедшие службу, но основной-то костяк все равно был профессиональный журналист. Но, как правило, все мы, помимо того, чтобы в журналистике работали, заканчивали цельный вуз, получали специальное юридическое образование. Первое время мне было очень сложно с милицейской аббревиатурами различными, с милицейской какими-то правильными обозначениями действий. Я где-то на брифинге ляпнул вместо того, чтобы, надо сказать, задержали, я сказал арестовать, мне сказали, да ты что, ты вообще в корне нарушил правовые нормы. Мне приходилось учить закон о милиции, какие-то правила, потому что пресс-секретарь, особенно в те годы, это был просто основной источник информации для всех журналистов. И связаться с таким источником информации ведомства можно было по городскому телефону, через факс, чаще лично. Иногда мое утро начиналось с того, что у входа в МВД стояли 3-4 журналиста с утра, представляющие разные информагентства. Они там ждали каких-то новостей, непосредственно, чтобы им дали. Спустя десятилетия практически ничего не изменилось. Все та же очередь журналистов, только дистанционная и с мгновенным доступом к информации. Технологии потому что. Мы первые, кто сделали сайт, вообще из всех госведомств, первый сайт был в МВД. Это была инициатива снизу, которая была поддержана руководством. И никто не знал, к чему эта инициатива приведет. Мы первые вошли в соцсети. Первый аккаунт, особенно среди силовиков, был Минского ГУВД. Александр Лостовский залез в Твиттер, стал там постить новости. Никто не знал, к чему это приведет. Никто не знал, какая будет реакция руководства. Но я сейчас понимаю, что если бы не было этих инициатив, если бы не было поддержки со стороны руководства, то и по всей видимости сегодня бы пресс-служба МВД не представляла ту силу, которая она есть. Министерство внутренних дел на сегодняшний день во всех социальных сетях, в мессенджерах. Работа ведется на очень высоком уровне. Даже могу похвастаться. На сегодняшний момент общий охват подписчиков во всех наших социальных сетях и мессенджерах составляет почти миллион. И мы этим гордимся. Работа ведется круглосуточно. Круглосуточно сегодня пресс-секретарю МВД при необходимости. Можно и позвонить, и написать. Со стороны может показаться, что сотрудники пресс-службы благодаря как раз современным технологиям даже не выходят из кабинетов. Но это самое большое заблуждение. Неважно, это час ночи, это 12 часов, либо это 20 часов, когда ты только пришел домой, мгновенно принимается решение и выезжает сотрудник на место происшествия. У нас у всех есть очень удобная мобильная вещь. Это телефон. Человек выехал, сотрудник отснял. Мы сразу готовим быстренько текст, видео, фотоконтент и выставляем, естественно, в Телеграм. Происходит беда в Минской области. Потерялись двое маленьких детей. 3-4 года. Докладывает дежурка очень оперативно. Раздается телефонный звонок начальнику пресс-службы Минского область полкома. И мы, естественно, готовим мгновенно информацию о том, что сотрудниками милиции происходит оперативно-поисковое мероприятие и постановление о местонахождении детей. Переживала вся страна. Поднялось огромное количество людей. Это была весна, было холодно. Мы были на связи с начальником уголовного розыска ГУРМВТ, с местными руководителями. Я уже сама звонила, говорю, ну, нашли, не нашли. Нашли, не нашли. И тут приходит в 4 часа мне информация о том, что, слава богу, этих детей нашли живыми и здоровыми. Тут и милиция, тут и МЧС. Кого тут только нет, ты себе не представляешь. Со всей Беларуси люди приехали. И с Баранович приехали. И с Луцка, с Солигорска приехали. Серьезно в 4 часа я дала официальное заявление на наши телеграм-каналы везде. Это лишь один пример. Но каждые сутки примеров таких по всей стране сотни. Где не только работа милиции по стандарту мгновенная, но и максимально результативная в связке с обычными, не в погонах, людьми. Кроме того, пресс-служба МВД. Это та служба, которая всегда находится рядом с министром внутренних дел. Пресс-служба МВД, особенно последние годы, это одно из самых оперативных подразделений. Благодаря их информации спасено очень много жизней. Именно благодаря их информации сохранено имущество граждан. Просто мы немножко недооцениваем роль, роль пресс-службы в системе Министерства внутренних дел. Не все знают, что ночью, когда выезжают на задержание, когда что-то происходит, именно сотрудники пресс-службы в любое время суток работают на месте, снимают кадры, передают информацию. И если я в 2 часа ночи ставлю задачу дежурному по МВД, чтобы Наталья Михайловна Сахарчук прибыла в ту или иную точку республики, она выезжает и выполняет поставленные задачи. Время меняется, алгоритм работы неизменен. Анализ оперативной обстановки, исходя из него, с министром определяется то направление, по которому необходимость профилактировать людей. Профилактика, к слову, главное в их службе. Дальше связь со СМИ и в том числе подготовка собственных материалов, чтобы охватить как можно больше зрителей. И направлений в их информационном управлении сегодня уже далеко не три, как было раньше. Больше и отделов, и отделений. Кто-то занимается мониторингом сети интернет, средств массовой информации, кто-то занимается наоборот реагированием на информационные вопросы. Отдельное внимание уделяется отделению спецпроектов. Все спецпроекты, которые вы видите на YouTube-канале, в Telegram-канале у нас, это там, например, «Мечты сбываются», либо «Соли земли», либо последние проекты были посвящены Дненародного единства и так далее. Это все проекты, «Тайны экспоната» мы сейчас и продолжаем эту тему. Это проекты, которые непосредственно изготавливаются людьми, состоящими в этом отделении. Я ставлю задачу, рассказываю, где есть проблема, где есть какие-то вопросы. Мне не надо много говорить и много раз говорить нашей пресс-службе. Они видят проблему, готовят информацию. Если она резонансная, что-то произошло, конечно, со мной согласовываются в любое время суток. Но сказать, чтобы каждую статью я согласовывал, на самом деле этого нет. Пресс-служба работает самостоятельно. Тогда мы не согласовывали, боже упаси, если каждую информацию с министром согласовывать. Нет. Каждый руководитель должен доверять своим подчиненным или их менять. То есть, если ты взял пресс-секретаря, который должен с тобой согласовывать каждую информацию, то лучше, наверное, его поменять. Что самое сложное, на ваш взгляд, в работе пресс-секретаря Министерства внутренних дел? Найти вот этот консенсус между желанием руководства и желанием журналиста. Но нужно всегда понимать, что ты создан для того, чтобы работать в интересах журналиста. Но правильно подавая информацию о своем ведомстве, ты должен быть здесь политиком. Хуже всего, когда пресс-секретарь принимает ту или иную однозначно сторону. Однако пресс-служба МВД сотрудничает не только с журналистами. Прямое взаимодействие с пресс-службами других ведомств. Максимально плотная со Следственным комитетом, который когда-то входил в состав МВД. Как проходит взаимодействие пресс-службы Следственного комитета с пресс-службой МВД? Четко. Вот так. Мы на постоянной связи с Натальей Михайловной. Если происходят какие-то громкие задержания, резонансные преступления, в любом случае мы друг друга набираем, либо Наталью Михайловну, либо я и проговариваем, каким образом будем выстраивать нашу работу по тому или иному случаю, по тому или иному преступлению и как это мы будем подавать в средства массовой информации. В любом случае мы задерживаем, а они дальше расследуют. И у нас есть четкая установка. Мы размещаем материал и всегда делаем ссылку на них, на их телеграм-канал. И уже следующий пост уже будет от них, где будет четко рассказано, какие идут последствия. Милиция, Следственный комитет, они не разными связаны. И оба пресс-секретаря в разговоре вспоминают один из последних резонансов. Вскрыта сеть мошеннических полцентров. Громкое задержание. Десятки фигурантов. Точно так же и по видео. Сотрудник Министерства внутренних дел, пресс-службы, и мой сотрудник пресс-службы на плечах, у нас с подразделения заходили в помещение полцентра, снимали видео. Вооружившись камерами, плечом к плечу, вместе с оперативниками, зашли и сняли весь процесс задержания. Мы сразу же там подписали задержанных, которые рассказывали, кто их нанимал, сколько им денег платили. Потом мы прекрасно показали все нашим людям, какие нехорошие сотрудники колл-центров разводили наших людей на деньги. В последующем было принято решение о проведении пресс-конференции, потому что действительно преступления резонансные. И нужно было каждому ведомству рассказать о том, как работает Министерство внутренних дел, как работает Следственный комитет, и почему мы вместе. Существует ли здоровая конкуренция? Конечно, она существует, потому что без нее никак. Но если она здоровая, а я с уверенностью могу сказать, что на сегодняшний момент абсолютно здоровая конкуренция между ведомствами, она дает тоже свой положительный результат. В частности, не надо далеко ходить за примером. Совместная работа с ПГРМ-комитетом. Это касается вопросов согласованного освещения в СМИ, обеспечения пограничной безопасности, проведения государственной миграционной политики, профилактики правонарушений. Те же вопросы какого-то реагирования, когда на границе кого-то в чьих-то интересах, в том числе и в интересах МВД, задерживают. У нас есть информация о том, что при въезде на КПП в Варшавский мост в городе Бресте происходит нездоровая ситуация по поводу продажи очередей. Для того, чтобы мои коллеги знали об этой ситуации, я позвонила Антону Александровичу, предложила сделать совместный сюжет. Антон Александрович очень быстро, естественно, согласился. Журналисты, актуальность темы обязывает, в том числе поддержали. Материалы выходили в эфиры по всем телеканалам. Информация звучала и в радиоэфире. Прочитать ее можно было и в печатных, и в онлайн-источниках. И такое тесное сотрудничество пресс-служб выстроено не только с коллегами белорусскими, но и... с Российской Федерацией, с Узбекистаном, с Казахстаном, с Азербайджаном, с Кыргызстаном. И вот последнее проведенное мероприятие очень высокого уровня, это Совет Министров Внутренних Дел, стран-участниц СНГ, показало это тесное взаимодействие. Идет заседание, а мы уже снимали и отправляли информацию в Узбекистан, в Россию, в Казахстан, в Кыргызстан, в Азербайджан, в другие соседние страны, для того, чтобы ребята вместе с нами в унисон, как у нас в Телеграм-канале, оперативно размещали информацию о проведении СМД. У нас идут совместные, проведенные очень серьезные операции, например, с Российской Федерацией, в части наркоконтроля, в части задержания преступников, которые находятся в межгосударственном розыске, то есть экстрадиции и так далее. Когда-то сотрудники пресс-службы учились держать камеру в руках, сегодня учатся воевать в информационном поле, при этом соответствуя последним трендам современности. Постоянные вебинары, постоянные обучающие модули, как правильно работать в интернет, в сегменте, как правильно работать с телевидением, как правильно работать в том числе и с периодическими изданиями. Потому что миллион блогеров стали журналистами, потому что каждый может выложить и в соцсетях, и в мессенджерах, и где хочешь любую информацию, на это надо реагировать. И это совсем другие принципы и подходы работы. И они молодцы, и им сейчас тяжелее, чем нам, наверное. Я завидую и радуюсь, что сейчас мои коллеги имеют возможность более широко себя проявить. Проводится ежедневный мониторинг социальных сетей, сайтов. Если появляется информация, которая буквально вот она только появилась, которая не соответствует действительности, мы на нее, естественно, реагируем. И все. Вы знаете, нам очень приятно, что наши оппоненты нас так внимательно смотрят и забирают информацию с наших ресурсов. Значит, мы ведем правильную информационную политику. Эти кадры уже стали историей, частью нашей жизни и серьезным уроком для всех. Для людей в погонах особенно. Но еще эти кадры делали рук сотрудников пресс-службы МВД. Они тоже находились в эпицентре. Оперативники информационного фронта круглосуточно, плечом к плечу, с оперативниками спецподразделений стояли до последнего на улицах нашей страны. Тогда победила правда. Но противостояние продолжается до сих пор. Только уже не на улице, в интернете. А вот тут один на один с противником. Только пресс-служба МВД. Это люди, которые всегда находятся на передовой, всегда находятся рядом с сотрудниками при раскрытии преступлений. И сегодня от информации зависит все. Их роль очень велика в информационном противоборстве. И те беглые, которые находятся сегодня за границей, они прекрасно понимают, что выходить на улицы устраивает хаос, беспорядки какие-то бесполезно. Органы внутренних дел пресекут это очень и очень быстро. Поэтому у них ничего не остается, как вести борьбу за умы людей. Если надо, мы выйдем в поле. Если надо выйти родину защищать, мы тоже выйдем. Потому что все владеют приемами и самообороны. Все хорошо владеют табельным оружием. Ну и в том числе хорошо владеют работой в информационном поле. Мы бойцы невидимого фронта. Но мы умеем делать абсолютно любую работу. И мы не боимся ее делать. Управление информацией и общественных связей Министерства внутренних дел Беларуси. Сегодня полноценное ведомственное средство массовой информации. Наши коллеги. Главный оперативный и достоверный источник, который работает с честью и честно. Страж информационной безопасности с выдержкой в 40 лет. Но это только начало большой истории, в которой микрофон всегда будет включен. Это та служба, о которой мало говорят. Мало говорят по одной простой причине. Потому что они говорят обо всех, а о них никто. Поэтому я только хочу сказать слова благодарности. Пожелать сотрудникам пресс-службы МВД, чтобы они никогда, а этого не произойдет, я в этом уверен, не останавливались на достигнутом, чтобы они развивались, двигались вперед, креатива им, удачи и всего самого наилучшего. На этом наша программа заканчивается. Силом самого доброго. Команда «Тревожной кнопки» присоединяется к поздравлениям творческих побед, смелых и креативных идей и новых свершений. Позитивных, спокойных и нетревожных вам выходных. Будьте бдительны, коллеги, и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова